Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы, во-первых, снова с вами. Я очень рада вас видеть. Я надеюсь, у вас сегодня прекрасный день. Если вы завтракаете, если вы обедаете, если вы вышли на чашечку кофе, наслаждайтесь это видео образовательного, развлекательного характера. Но очень надеюсь, что оно одновременно с этим будет вам полезно. Мы сегодня поговорим о таких основах в стиле, я бы даже сказала о таких секретах, которые для меня, как человека, который давно работает персональным стилистом со своей уже состоявшейся базой постоянных клиентов, в том числе как человека, который дает образование в сфере стилистики и для персональных стилистов, многие эти моменты очевидны, но достаточно часто, особенно когда, допустим, мы общаемся с нашими выпускниками, которые только начинают практику, которые работают с клиентами, какие-то из них впервые открываются для этих клиентов. Я решила с вами этими подмеченными моментами поделиться. Надеюсь, что вам понравится. Хочу также напомнить о том, что у нас заканчивается регистрация на три новых курса нашего образовательного проекта «Модеизм». Это курс «История моды» с божественной Зоей Звеницковской, это курс «Фэшн-журналистика» с непревзойденным человеком, Анной Земскова, это главный редактор «Харперс Базар Украина», и курс «Фэшн-стайлинг» с абсолютно талантливейшей Анной Гончаровой, это человек, который стилизует большинство съемок на данный момент в Украине, и за свою не суперогромную, длительную, 20-летнюю карьеру, а очень даже такую, сколько, по-моему, лет 7 она на этом рынке, она успела поработать с самыми масштабными брендами и изданиями, что я считаю огромнейшим успехом, и она расскажет, как добиться успеха в этой сфере, и как найти свой голос в этом направлении. Для регистрации на эти курсы на последние места, я надеюсь, что они еще есть, на момент съемки этого видео еще есть несколько мест, кликайте по ссылке под этим видео, и я хочу напомнить о том, что у нас открылось, и относительно недавно открылось, и тем не менее она сейчас уже находится дальше, чем середина регистрации на курсы. Персональный стилист, стиль для себя, профессиональный блогер и курс повышения квалификации стилистов, который веду я на нашей платформе Модеизм, и это курсы, вы знаете, наши бестселлеры гиперпопулярные, и с каждым разом, вопреки вообще логике, у нас все быстрее и быстрее закрываются регистрации, поэтому если вы хотите попасть на вот эти потоки, которые будут стартовать в январе, но регистрация идет сейчас, сейчас кликайте по ссылке под этим видео. Меня зовут Зоя Звенецковская, я культуролог, фэшн-критик и историк моды по образованию искусствовед. Я представляю вам свой авторский курс «История моды XX века. 100 лет на подиуме». Мой курс одновременно теоретический и практический. Его теоретическая часть даст вам возможность получить базовые знания и представления о моде XX и даже первых декадах XXI века. Практическая часть курса поможет вам ориентироваться в современных модных трендах, механике их возникновения и внутренней логике. Курс будет полезен всем, кто работает в модной сфере вне зависимости от специальности. Каждый инсайдер моды должен понимать и знать ее скрытые пружины. Всем привет! Меня зовут Аня Гончарова, я фэшн-стилист. На моем счету работаю для таких брендов, как L'Officiel, Harper's Bazaar, Tsum, Helen Marlene и другими. Я приглашаю вас на курс «Стайлинг модной индустрии». Это практический и теоретический курс, который даст вам возможность стартовать и сделать первые шаги в профессии фэшн-стилиста. Здравствуйте! Меня зовут Анна Земскова, и более 20 лет я работаю в глянцевых журналах. Представляю свой курс «Глянцевые журналистики». Прослушав этот курс, вы поймете, как устроен и как работает такой организм, как фэшн-журнал. Почувствуете разницу между мейнстримными журналами и инди-журналами. Освоите азы работы с основными видами текстов, интервью, новостные заметки, статьи, фичеры и другими материалами. Этот курс будет полезен всем, кто мечтает о работе фэшн-журналиста, о работе фэшн-редактора и просто всем, кто считает, что мир без моды был бы гораздо скучнее. И первый такой секрет в стиле, или такая деталь, которую я часто очень подмечаю, что когда люди решают между тем, что покупать дорогостоящие в гардеробе, очень часто взгляд падает на именно гардеробные вещи, платья, юбки, жакеты и так далее и подобное. И тем не менее, я должна сказать, что зачастую, если вы посмотрите на успешные, удачные, интересные и менее интересные образы, ключевые детали, которые elevate, которые поднимают этот образ, которые возвышают его, делают его более интересным и выглядит образ более качественно, это именно аксессуары, а точнее обувь и сумки. В то время, как достаточно часто многие, я замечаю, покупают более дорогую одежду и менее дорогие аксессуары. Я бы советовала сместить этот акцент и обращать внимание на то, условно, чем вы чаще всего пользуетесь. Это значит, что, ну как часто вы будете носить одно и то же платье, особенно если оно более яркое, или одни и те же джинсы, или одну и ту же футболку, или рубашку. А вот сумку и обувь намного чаще. Поэтому инвестировать, мы уже с вами знаем, что это не прямая финансовая терминология, как бы вкладывать деньги с целью долгой носки тех или иных вещей лучше в то, что ты чаще всего будешь носить. А что имеет больше вариаций, это аксессуары и обувь. И даже при одежде из секонда, из масс-маркета, из среднего ценового сегмента, допустим, люксовая сумка и люксовая обувь будут совершенно другое впечатление создавать от образа. Почему? Потому что достаточно часто фурнитура, особенно большое ее количество, используется именно в сумке или в обуви. И именно фурнитура чаще всего серьезный камень преткновения в качестве, в сегменте масс-маркета, например. Потому что там она бывает достаточно дешевой, она слишком блестящая, она неудачная, плохие спайки. Визуально она очень неаккуратно выглядит, ее слишком много, она слишком желтая, слишком белая, и так далее. И вот эти детали, они очень сильно обращают на себя внимание, потому что в целом даже фурнитура нужно посмотреть с точки зрения того, как свет отражается. То, что то, чего свет отражается больше всего, то привлекает больше внимания. Как, например, если на вас юбка в пайетке, в пайетке, с пайетками, и футболка, посмотрите в первую очередь на юбку с пайетками, потому что она более активная, она отражает свет. Так вот, в данном случае, если мы смотрим на фурнитуру, она отражает свет, она привлекает внимание. И некачественная фурнитура в первую очередь туда бросается взгляд. Поэтому я бы делала следующим образом. Я бы в первую очередь обращала внимание и покупала более дорогие, более качественные именно аксессуары, которые вы носите чаще всего, сумки и обувь. А вот одежда, учитывая, что в этом плане, во-первых, мода в эстетике одежды меняется очень быстро, особенно если вы покупаете остро модные вещи, или любите экспериментировать, или не до конца определились собственным стилем, я бы оставила именно одежду в менее дорогом сегменте. И я по отношению к своему гардеробу и к гардеробу клиентов применяю абсолютно тот же способ. Я, да, покупаю в люксовом сегменте одежду себе, но основной массив одежды, который у меня, это одежда среднего ценового сегмента и сегмента масс-маркет и средний, где-то посередине. У меня не весь гардероб люкс именно одежды, и даже не там 80%, потому что очень много вещей, они такие экспериментаторские, интересные. И, в принципе, вещь не обязательно должна выйти из моды, чтобы перестать тебя вдохновлять, тебе нравится. В какой-то момент вообще одежда, она ведь дает эмоции, в какой-то момент одежда просто перестает давать эмоции, и с ней может быть абсолютно все в порядке, и это нормально, если в этот момент вы хотите с ней попрощаться, и передать ее кому-то, кому она будет, опять же, предоставлять эти эмоции. Поэтому, а вот обувь и сумки, особенно более классических и удачных для вас форм, это то, на что бы я обратила внимание, и именно там я бы покупала более дорогие варианты, потому что тогда вы не идете на компромисс с собой в плане фурнитуры, кроя и качества. Следующий очень классный момент, который я бы сильно советовала сделать, это, конечно, занимает время, но это идеально вообще для вас будет работать в будущем. То есть сейчас вы потратите время, потом будете его экономить. Когда вы разбираете гардероб, а сейчас очень многие, я знаю, как раз меняют гардероб на более прохладный, то есть летний-весенний на осенний-зимний, в этот момент вы берете и фотографируете, то есть оцифровываете весь свой существующий гардероб. Это не день, не два, но это стоит того. Это значит, что вы берете вещь и фотографируете ее на нейтральной поверхности, либо на вешалке, либо разложенной на полу, на чем-то нейтральном. И потом добавляете в отдельную папку. После того, как вы сфотографировали все эти позиции, это и все топы, весь низ, аксессуары, обувь, сумки, вы это все добавляете. После того, как добавили в папку, вы начинаете это добавлять в отдельный документ, в PowerPoint. У вас есть несколько листов ваших топов и один за другим висят, у вас есть несколько слайдов с вашими юбками, несколько слайдов с вашими брюками. И вы даже не представляете, когда этот документ будет готов, и я его советую сохранить отдельно еще и в формате PDF, и потом сохранить себе на телефон. Как просто у вас создаются комплекты, как легко, приходя на шопинг, вы будете понимать, чего в вашем гардеробе не достает, потому что это все просто буквально перед вами. Вы посмотрели, ага, например, палитра моего гардероба слишком унылая, или слишком много бежевого, мало серого, или мало принтов, или мало цвета, или нет сумки вот такого цвета, которая подо все подошла. Вы, видя картинку своего гардероба, можете такое количество приемов применить, вы такое количество денег сэкономите, чтобы не покупать то, что уже есть в вашем гардеробе. Вы смотрите, а у вас, например, силуэты юбок практически все А, то есть А силуэтная юбка, акцент талия, и потом она расходится. И вы понимаете, что вам не нужна еще одна такая юбка, хотя вы без вот этой карты вашего гардероба совершенно спокойно могли бы зайти в магазин, и потому что вы любите такой силуэт, вы бы его приобрели. Это прекрасный способ как экономить, так еще и логично использовать вещи в вашем гардеробе, плюс когда они вот так оцифрованы и не совсем рядом с вами находятся, а немножко опосредованно, немного проще составлять комплекты, и вы можете прямо внутри этого документа дальше составлять комплекты вашего гардероба. Очень советую, трудоемкий процесс, но он на каждый процент этого стоит. Следующий еще такой секрет и момент, который происходит, кстати, из предыдущего пункта, я его слегка упомянула, это вы должны трезво посмотреть на свой гардероб и определить, чего не хватает в плане палитры. Я настолько часто встречаю людей, у которых, которые, например, любят синий и у них все синее, все топы синие, все жакеты синие и так и тому подобное, или любят бежевый и у них в гардеробе все оттенки бежевого. И при этом в какой-то момент, когда ты покупаешь, я не знаю, 20-й бежевый свитер или 20-ю бежевую вещь, все комплекты так или иначе становятся похожи друг на друга. Поэтому очень важно для того, чтобы повышать завершенность образов, для того, чтобы сделать их более интересными и для того, чтобы вам не так быстро надоедали ваши сочетания, ваш стиль, важно добавлять вкрапления, пусть даже нейтральных, но других оттенков. Потому что даже если вы скажете, да я минималист, да у меня вообще все нейтральненькое, базовенькое, без каких-то ярких деталей, да мне вообще это не нужно. Но тем не менее, у вас может быть не только бежевый и бежевый и бежевый и бежевый и немножко серенького. У вас может быть темно-синий, у вас может быть темно-серый или светло-серый, у вас может быть какая-то легкая пастель голубого, тоже достаточно нейтральный оттенок, который со всем сочетается. Легкий оттенок винного, прекрасный базовый оттенок для того, чтобы все друг с другом миксовать Черный или такой слегка припыленный черный Да есть такое количество вариаций нейтральных оттенков, кроме бежевого и серого, который вы можете воспользоваться Тот же прекрасный молочный, который замечательно работает на прохладную пору года И именно такие вариации, даже внутри условно-базового или минималистичного гардероба уже добавляют интересы глубины И вам самим потом будет более интересно составлять комплекты Потому что, ну как я уже говорила, рано или поздно одно и то же надоедает Еще один такой секрет, который я подметила, когда ты составляешь комплекты Есть два достаточно простящих образа сочетания И все они зависят от компонентов Одно из них такое сочетание, это когда вы сумку подбираете идеально в тон обуви Это возможно, это не мавитон, это можно делать Но достаточно часто, если остальная деталь образа или остаток образа нейтральный И сумка еще и в тон обуви, это может быть немного просто Или это может слегка простить внешний вид образа и немножко убавлять завершенности В то время как разные по цвету сумка и обувь, они просто глубины и образу какой-то завершенности Добавляют и степени завершенности И еще один момент, который тоже так же влияет, это если у вас топ одинаковый по оттенку с обувью Во-первых, он вас немножко как бы принижает, он вас немножко укорачивает В то время как, например, если юбка или любой низ одинаковый с обувью по цвету, это визуально низ вытягивает А вот когда топ и обувь одинаковая по цвету и по оттенку, это вас сжимает слегка, плюс простит внешний вид образа Вот такое вот взаимодействие этих деталей Что в данном случае можно сделать? Хотя бы изменить оттенки То есть не подбирать, допустим, идентично обувь к топу А взять топ глубоко шоколадный, а обувь молочную Или из этой же палитры просто более светло-шоколадную карамельную Хотя бы как-то видоизменять эти оттенки, чтобы образ и его глубина увеличивались Еще один момент, который достаточно часто простит внешний вид вашего наряда И это один из моментов, который часто встречается, когда люди говорят Блин, вот я не могу, что-то не так У меня вроде бы есть вещи, я вроде бы их надеваю Но в целом у меня есть ощущение, что у меня нету стиля Чаще всего, я могу сказать даже не просто чаще всего, а типа 90% случаев Это человек надевает вещи все абсолютно по фигуре То есть ничего нет, где есть пространство для дыхания, для воздуха Например, и джинсы, и топ, и обувь, допустим, какие-то жакейские сапоги И жакетик, и все очень в облипочку Или и юбка, и обувь, и все очень в облипочку И вот эта эстетика, когда все в облипочку Нигде нет детали, на которой можно сфокусироваться Которая дает объем в образе Это чаще всего является причиной такой простоты внешней наряда Как бы с ним вы ни старались Поэтому всегда абсолютно в образе желательно сохранять баланс И внутри этого баланса хоть что-то должно быть чуть-чуть более свободное Где-то должна быть точка фокуса И еще один момент, последний наш сегодняшний секрет Это тот момент, который я часто вижу у клиентов, с которыми мы только начинали работать Или у наших студентов, выпускников, которые работают с клиентами Их тоже клиенты задают этот вопрос Значит, все любят постоянно в брюки и джинсы надевать пояс Но не всегда пояс уместен Когда он неуместен? Во-первых, фишка пояса в том, что, во-первых, даже если он нейтральный А особенно если он контрастного какого-то оттенка Он будет визуально утяжелять зону, на которой он находится И он, что ни на есть, самая настоящая горизонтальная линия Которая делит и разделяет фигуру И визуально вас укорачивает Плюс она четко обозначает для глаза Условно, если это брюки или джинсы Где как бы ноги начинаются И если пояс находится на заниженной талии То ноги для глаза начинаются ниже И визуально укорачиваются А это значит, что девушкам, у которых наоборот вопрос в том, чтобы визуально удлинить ноги Такой вариант совершенно не подходит Плюс момент в том, что пояс немного утяжеляет И делает фокус там, где он не обязателен Он как бы разбивает образ И если честно, в 80% из 100% пояс совершенно лишний в брюках и джинсах И намного легче плывет и соединяется наряд И получается такая единая красивая линия Когда пояса нет Касается ли это брючного костюма То по с джинсами, то по с брюками Всего чего угодно Пояс очень редко является главным элементом, которого не хватает Поэтому очень советую Если вы смотрите и в образе вам чего-то многовато Попробуйте убрать пояс Напишите в комментариях внизу Какой из этих секретов вам понравился больше всего Может быть у вас есть тоже какой-то очевидный для вас секрет Но который вы подмечали, другие не видят И другие постоянно, допустим, какую-то ошибку допускают В своих образах, в своем стиле Делитесь с нами Давайте создавать целый справочник ошибок в стиле И того, как это делать правильно На сегодня это все Люблю, целую Ваша Рита Субтитры создавал DimaTorzok